Помочь может каждый. В Черкесске на базе спасательной станции парка культуры отдыха «Зеленый остров» в формате Дня открытых дверей прошла церемония посвящения новобранцев поисково-спасательного отряда добровольцев Карачаева, Черкесии и Кавказ. Для новоприбывших в ряды неравнодушных были организованы еще и практические занятия. Ахмат Халкечев продолжит тему. Поисково-спасательный отряд добровольцев Карачаева, Черкесии и Кавказ был сформирован в ноюбре 2019 года и стала первой общественной организацией в регионе подобного профиля. Да и сейчас аналогов в республике у волонтерского движения нет. В данный момент численность отряда составляет 180 человек и она продолжает расширяться людьми, готовыми бескорыстно прийти на выручку каждого, кто в том нуждается. И эти практические занятия организованы для новобранцев. В роли наставников исключительно квалифицированные специалисты. К сожалению, часто, очень часто бывают случаи безвестного истязновения людей. Очень часто такие случаи происходят. И не всегда эти поиски оканчиваются заветным «найден жив». И время играет злую шутку в данном случае. Уже давно разработан алгоритм взаимодействия волонтеров с органами МВД, МЧС и местного самоуправления. Практические занятия организованы с целью отточивать практические навыки по поиску пропавших людей на больших территориях и в труднодоступных местах. Кроме этого, привлекаются люди общественности, которым разъясняется порядок и условия при осуществлении поиска безвести пропавших граждан на территории, на местности. У каждого, в чём сердце отзывается на чужую беду, кому понутру просто помогать людям без корысти, своя философия жизни и история. Передо мной, перед моими глазами бывало такое, что человек умер. Ну, хотелось что-то сделать, но из-за неумения я не смогла ничего сделать, к сожалению. И вот исходя из всего этого, если есть возможность, почему бы и нет. Возможность появилась, я с удовольствием вступила в отряд. Поисково-спасательный отряд добровольцев Карачаево-Черкесии и Кавказ активно сотрудничает с поисковыми организациями со всей страны и входит в состав национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Также руководство отряда предложило проект создания школы поисковиков. Реализация идеи по замыслу авторов выведет на качественно новый уровень подготовку добровольцев, их навыки и компетенции, что в свою очередь, безусловно, отразится на оперативности и эффективности поисково-спасательных работ. Ахмад Халкечев, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева-Черкесия.